МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире совместная передача Министерства экономического развития и национального телевидения Чуваши. Сегодня в выпуске мы расскажем. Презентация Чувашской республики в Совете Федерации России. Форма поддержки предпринимательства направлена на модернизацию и внедрение новых технологий. Деловая игра студентов Чебоксарского кооперативного института в республиканском бизнес-инкубаторе. В Совете Федерации Федерального Собрания России состоялись Дни Чувашии. В рамках деловой части состоялись заседания четырех профильных комитетов, на которых делегация озвучила свои предложения. О поддержке отечественного машиностроения, о необходимости разработки промышленной политики, говорили на заседании комитета по экономической политике. Каковы перспективы российской промышленности в условиях вступления в ВТО? Какие правила диктует таможенный союз? На каких подводных камнях можно споткнуться? Об этом говорили предметно с массой цифр и примеров. Республика является индустриально развитым регионом и сегодня в валом региональном продукте порядка 30% это присутствие машиностроения, промышленности, машиностроения в основном. Это порядка 45 налоговых поступлений. Еще раз, значит, в республике два локомотива мощнейших – это машиностроение и электротехника. В чем проблема? Сегодня у нас идет активный завоз БУшной техники. У БУшной техники нет цены. Это не товар, это не продукт, но с точки зрения сегодня внешнеэкономической деятельности, с точки зрения таможни, она выравнивается как по цене с нами, так и с новой техникой. Сегодня западноевропейские партнеры, такие крупные фирмы, как Кюрген, например, которые 400 полуприцепов в день производят, они что делают? У себя выкупают так называемый «плейбэк» свою продукцию, бывшую в употреблении, и сбрасывают ее в Россию, продавая еще дополнительно, получая доходную часть. У российских же производителей происходит что? Вот по полуприцепной технике. Мы, например, один полуприцеп – это одно рабочее место. Если мы сегодня пойдем по пути Китая, Бразилии, Индии и запретим ВОЗ, США тоже ограничила, там очень жесткое ограничение есть по ВОЗу техники, и ограничим ВОЗ в бывшую технике, мы создадим возможность, первое, создать рабочие места, потому что один клуприцеп – это одно рабочее место, там надо уже смотреть, что мы будем задействовать уже и металлургией, то есть будет мультипликативный эффект по рабочим местам. Второй момент, значит, по налогам. Дело в том, что налоговая база по импортной технике, по брушной именно, которая не имеет цены, она уже была использована и предназначена для утилизации, ниже, за счет чего, что завозится по более низким ценам, мы платим же налоговую нагрузку от дохода почти 11%. У машиностроителей другие проблемы. Опыт работы концерна «Тракторные заводы» показывает, конкуренты выигрывают не за счет технических параметров, а за счет высокой финансовой маневренности. Я могу ответственно сказать, что наша техника соответствует всеми мировым требованиям, и мы как бы удерживаем рынок, удерживаем свои позиции. Но при конкурсе даются условия отсрочка платежей, отсутствие авансовых платежей. И в итоге мы из-за отсутствия оборотных срез и не имея такой финансовой поддержки, такого финансового плеча, как иностранные компании, мы не можем участвовать просто изначально, потому что мы не можем выполнить эти условия. У нас отсутствует механизм субсидирования процентных ставок на кредиты по тех переоружения, на кредиты, которые взяты начиная с 2011 года. То есть идет субсидирование кредитов в 2009-2011 года. Но мы же не прекратили сегодня модернизировать производство, у нас еще не початый край работы. Еще один фактор, сдерживающий развитие предприятий не только Чувашии, но и всего российского машиностроения, до сих пор не решены вопросы сертификации электротехнической продукции, используемой компаниями стран Таможенного Союза. Сегодня в стране у нас нет ни одного независимого сертификационно-аттестационного центра, результаты которого признавали бы все субъекты энергетики. То есть в Советском Союзе за это отвечал глав техуправления МИМ-энерго, при РАО ЕС был научный комитет, с распадом РАО ЕС фактически эти функции исчезли. И чтобы получить разрешение применения изделий на субъектах энергетики, сегодня такие центры создают каждый субъект энергетики. То есть нефтяники свое, газовики свое, ФСК свое, было МРСК создавали свое, РУСГИДРО собирались тоже свое создать. И в результате получается, что мы должны проходить многократную аттестацию изделий, чтобы попасть на российский рынок. То есть эта система ненормальная. Словом, проблем, которые необходимо решить в ближайшее время, накопилось немало, и в одиночку ни один регион с ними не справится. Между тем речь идет о защите не только отечественного рынка, но и экономических интересов страны. Уже пора нам вместе с современными учеными, которые мыслят широко, а не только в рамках теории Хаека, приступить к разработке закона о промышленной политике. Комитет Совета Федерации по экономической политике решил поддержать предложение правительству Чувашия, касающееся совершенствования нормативной базы в вопросах сертификации, производства электрической энергии на основе возобновляемых источников, а также рекомендовал правительству страны разработать комплекс мер по стимулированию развития биоэнергетики, технологического перевооружения предприятий. Эти и другие решения были приняты в ходе заседания. В России в целях повышения технологической готовности и стимулирования инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства реализуется проект по созданию региональных центров инжиниринга. Чувашия вошла в список пилотных регионов, в которых будет создан подобный центр. Именно этому была посвящена стратегическая сессия развития инжиниринга в Чувашии, прошедшая в республиканском бизнес-инкубаторе. В республику приехала Наталья Кириллова, эксперт Минэкономразвития России по созданию и развитию региональных центров инжиниринга. Во-первых, оказать необходимую поддержку предприятий малого и среднего бизнеса по своему развитию, модернизации своих производств, внедрению каких-то новых технологий. На это направлена сейчас государственная политика и наша общероссийская, в том числе и республиканская. С другой стороны, региональный центр инжиниринга должен стать площадкой для консолидации компетенций инжиниринговых компаний республики. Мы установим видеосвязь с Москвой. Два телемоста у нас будет. Первый – это с Минпромом, представителем Минпрома, межведомственный аналитический центр, который сейчас ведет программу развития инжиниринга. И второй телемост будет с Банком малого и среднего предпринимательства. Это Банк ВЭБ, вы знаете, это отдельное направление, которое призвано финансировать проекты малых и средних компаний. Именно только они не финансируют торговый бизнес, строительный бизнес, только проекты по модернизации производств, по внедрению новых технологий на производствах. Основной задачей РЦИ станет работа с малыми и средними предприятиями региона на вопросах развития, модернизации, технического перевооружения и внедрения новых технологий. Республиканский центр инжиниринга будет оказывать инжиниринговые услуги полного цикла, выполнять работу в области проектирования и воплощения в готовых образцах научно-исследовательских и инновационных разработок. К сожалению, в республике у нас всего 11,6% среди субъектов малого и среднего предпринимательства занимается реальным производством. Остальное – это иные виды деятельности. Задача центра инжиниринга – это помочь реализовать проект, его ввести и, соответственно, реализовать формат взаимоотношений с банками, с лизинговыми компаниями, потенциальными, может быть, даже инвесторами. Мы надеемся, что в результате работы центра инжиниринга вырастет не только доля производственных предприятий, увеличится доля инвестиций в технологические инновации и повысится уровень конкурентоспособности продукции наших предприятий. В Чувашии до конца текущего года планируется проведение аудитов республиканских предприятий производственного сектора за счет бюджетных средств. По итогам аудита будут разработаны рекомендации и программы по усовершенствованию работы предприятий силами сотрудников РЦИ, а также привлеченных экспертов. Если мы говорим об инжиниринге малых и средних предприятий, на сегодняшний день у вас есть государство, у вас есть региональные структуры, у вас есть знания, которые идут от этих инжиниринговых центров, сотрудники Николая, Наталья и другие, потому что на самом деле сейчас у нас не так много времени для России, чтобы помочь продвинуть малые и средние предприятия. Инжиниринг – это не что-то сверхъестественное, сверхсложное. Инжиниринг – он везде. Инжиниринг, инжиниринг, науки, которые инженеры используют. Для страны, в которой есть Менделеев, Павлов, в смысле страна Менделеева, Павлова – это не проблема. Уже сделаны важные шаги с целью содействия развития рынка инжиниринговых услуг Чувашской Республики. Так, РЦИ подписал соглашение о сотрудничестве с Международным центром инжиниринга и инноваций. В совместные усилия будут направлены на внедрение оценки индекса технологической готовности производственных предприятий МСП, развитие системы технико-экономического и технологического консалтинга для промышленных предприятий, инфраструктуры инжиниринга в Чувашской Республике. В Республике ежегодно проводятся мероприятия, направленные на формирование у школьников понимания важности качества. Особенность занятий состоит в том, что их проводят в недавнем прошлом сами школьники, студенты специальности управления качеством машиностроительного факультета ЧГУ под чутким руководством своих преподавателей. Ежегодный республиканский проект обучения школьников в области качества проходит в рамках реализации республиканской комплексной программы качества. Целью его является реализация государственной политики Чувашской Республики в области качества как одной из приоритетных составляющих стратегий социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года. Путем формирования у школьников понимания важности качества продукции, ведь только таким образом можно достичь устойчивой тенденции повышения конкурентной способности продукции, а также работ и услуг. Мы были и в городских школах, и в сельских школах, и в Чебоксарах, в Новочебоксарске. И видим, что в общем-то это очень полезное дело. Школьникам нравится. Мы им рассказываем о технике, но не сухим техническим языком, а при помощи такого игрового метода. С удовольствием они участвуют. Мы это видим по их оживленности. Пытаемся разбудить в них какие-то творческие задатки, чтобы они фантазировали. Но фантазировали в рамках технической задачи, которую им ставят студенты. Руководят занятиями студенты машиностроительного факультета Чувашского государственного университета, члены Центра студенческих инициатив в области менеджмента качества СИМКО, а также их преподаватели. Этот симбиоз позволил использовать творческий подход к занятиям, которые на ура восприняли школьники республики. Центр СИМКО только в этом году провел уже 7 уроков в разных школах. Центр СИМКО – это студенческие инициативы в области менеджмента качества. Мы занимаемся изучением различных вопросов в области качества, а также к продвижению идей в области качества в различные сферы деятельности. Данный проект приобщает молодое поколение к международным стандартам качества, к процессам управления качеством, например, к производственных предприятий республики. Занятия проводятся в доступной и интересной для ребят форме деловой игры. У вас у всех на столах есть такие форматы. Я вам предлагаю, кто-то рисует на форматах задания, рисовать любой предмет. Допустим, рисуете стол. На столах лежат фломастеры и маркеры. Рядом лежит формат А4. Здесь вы перечисляете качественные характеристики. Мы представляем вам нашу вещь. Это ножницы. Они острые. Они сделаны из качественной стали. Они не горят в огне. Сделаны из нержавеющей стали. Ножницы наши могут резать все, начиная от бумаги и заканчивая женскими ногтями. Сегодня была замечательная игра. К нам редко кто приходит из гостей и проводит такие замечательные мероприятия, именно со всем классом в целом. Игра была направлена на выяснение качеств тех или иных предметов. Ведь в обычной жизни редко мы задумываемся о элементарных качествах самых обыденных предметов. Я ведь учусь в инженерном классе и хочу стать в будущем, естественно, инженером. И я думаю, стать инженером-конструктором или по качеству. Как раз-таки эта игра помогла мне немножко расставить приоритеты и стать именно инженером по качеству. Основная цель, пожалуй, нашей игры – помочь ребятам сориентироваться в будущей жизни. К сожалению, мы видим из года в год одну и ту же картину. Не сами школьники, не даже их родители не могут толком представить будущую специальность. И очень часто получается так, что идут учиться туда, где легче, а не туда, где в будущем у них будет успех. Школьники были очень дисциплинированные. Нашим ребятам, модераторам тоже очень все понравилось. И нам, как руководителям, соответственно, тоже. Подведение итогов проекта пройдет 28-29 ноября в рамках 9-го межрегионального форума «Стратегия и практика успешного бизнеса», посвященного Всемирному дню качества и Европейской неделе качества. Нужно отмечить, что в рамках форума специалисты по качеству организаций со всей России будут обсуждать актуальные вопросы и проблемы. Кроме того, планируются экскурсии по ведущим предприятиям республики с целью ознакомления с производственными достижениями в области качества. Мы ежегодно уже несколько лет на этом форуме устраиваем молодежную площадку. Мы являемся организаторами. Как раз Центр Симка является организатором этой молодежной площадки. Примерно такие же игры проводят. Или какие-то... Вот в прошлом году была целая Олимпиада. Там множество вопросов. Приезжали очень видные люди. Приезжал Воронин, приезжал Калитас Украины. Они были в судейской коллегии. Это работа как раз вот этих студентов, организация своей молодежной площадки. И всегда, в принципе, она проходит очень хорошо. Открытие форума состоится 28 ноября в 10 часов в Национальной библиотеке. С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской республики. Республиканский бизнес-инкубатор оказывает не только всевозможную помощь действующим субъектам малого и среднего предпринимательства, но также проводит ряд мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимателя. На днях состоялась уже ставшая традицией встреча сотрудников республиканского бизнес-инкубатора и студентов первого курса Чебоксарского кооперативного института. Республиканский бизнес-инкубатор ежегодно проводит мероприятия, посвященные всемирной неделе предпринимательства, которая традиционно проходит в ноябре. В этом году инкубатор открывает двери студентам первого курса Чебоксарского кооперативного института. Сотрудники подробно рассказали о работе организации и видах поддержки, которую могут получить предприниматели в стенах республиканского бизнес-инкубатора. Бизнес-планы, допустим, для получения грантов и поддержки, мы делаем бесплатную основу. Если есть фототальства, которые направятся в районах, в городах и так далее, и так подобное. На самом деле очень сложно, трудоемко. Но я вас не пугаю, потому что вы молодые и энергичные, и вам не стоит бояться таких сложностей, чтобы заняться предпринимательской деятельностью. Самое главное, что у вас есть поддержка в виде республиканского бизнес-инкубатора. А если есть у вас бизнес-инкубатор, в районах они тоже стали появляться. Главная моя цель – это вывод наших малых исследовательных предпринимателей на европейский рынок. Я работаю именно с экспортом, чтобы наши компании начали больше экспортировать в рубеж. Собственно, та деятельность, которой мы занимаемся, это, во-первых, организация бизнес-миссий и деловых поездок, то есть приуроченная к каким-нибудь международным выставкам, где мы проводим битв-битв-встречи для наших предпринимателей. Во-вторых, у нас есть, собственно, база данных, через которую мы общаемся, получается, с зарубежными предпринимателями и координируем, получается, деятельность наших предпринимателей и выводим их на зарубежные рынки. Ну и, собственно, также мы проводим конституционную информационную поддержку по поводу тех программ, которые существуют сейчас в ЕС, которые помогают развиваться малым успехам. Кроме того, одна из организаций, находящихся в республиканском бизнес-минкубаторе, бесплатно провела со студентами тренинг игру Real Life, направленную на выявление и развитие предпринимательской компетенции. Наша социальная вовлеченность в жизни общества – это развитие предпринимательского мышления у студентов и школьников. Именно поэтому мы участвуем в различных социальных программах, и возможности бизнес-минкубатора этому способствуют. Мы используем настольные игры, это позволяет создать легкую атмосферу обучения, а для молодежи это особенно важно. В ближайшее время у нас планируются мероприятия в рамках Всемирной недели предпринимательства. Это 20 ноября состоится при информационной поддержке бизнес-минкубатора, состоится однодневный семинар для руководителей и директоров малого и среднего бизнеса. В игре есть две миссии, первая из которых – познакомиться и подружиться с членами своей команды, а вторая – грамотно использовать свои возможности и набрать наибольшее количество денег, а также получить определенное образование. Нам показывают, как работает центр бизнес-инкубатор, все нам рассказали, все описали, нам очень все понравилось, мы теперь многое узнали. И сейчас мы играем в данный момент, зарабатываем плюсики, деньги, богатеем на глазах. Если честно, я думала сначала, что эта игра немножечко несерьезна, но сейчас я увлеклась, у меня тут миллион уже практически, много плюсиков и, в общем, мне нравится. На этом все, я с вами прощаюсь, увидимся в новой программе, удачи и успехов в делах! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА